В Духовном центре Санкт-Петербургской епархии прошла презентация книг митрополита Антония Сурожского. Петербургцы могли не только приобрести издание, но и встретиться с президентом Фонда Духовного Наследия Владыки Антония Еленой Садовниковой. Владыка Антоний имел невероятный дар слова и по праву считается голосом православия в 20 веке. Именно его беседы открывали для многих свой путь ко Христу в лоно православной церкви. Владыка Антония Сурожский, это тот человек, значение которого как апостола Павла для язычников в свое время. Потому что его книга «Беседы о вере и церкви» стала краеугольным камнем моего воцерковления в 90-е годы. Вот никакая другая книга, ни перепечатки революционной литературы, ни какие-то философские наработки. А именно книга Владыки Антония «Беседы о вере и церкви» вот это живое слово, оно меня прям распрямило, оно наполнило. И с тех пор, как Владыка Антония, это человек номер один в церкви для меня. Слово Владыки, направленное в толпу прихожан, каждый воспринимал как личное обращение. Благодаря сосредоточенности на личности во всей полноте его бытия, проповеди митрополита Антония Сурожского и по сей день вызывают каждого верующего на личный диалог с Богом. Фонд духовного наследия Владыки существует уже 10 лет. И за это время подготовил к публикации и проповеди, и статьи, и молитвы Владыки. Фонд занимается, конечно же, архивом. Архив Владыки огромен. Трудно себе даже представить, чтобы один человек мог столько говорить, мог столько делать, написать такое огромное количество писем и произнести такое большое количество проповедей. То есть у нас еще впереди масса интересных открытий именно в качестве публикации. Фонд представил книги издательства Никея. Молитвы. Здесь собраны фрагменты живого обращения к Богу митрополита Антония. Красота и уродство. Сборник неизданных ранее бесед Владыки. Жизнь и вечность. 15 бесед о смерти и страдании. Беседы, отрывки из лекций, радиопередач, встреч Владыки Антония, в которых он говорит о страдании и о смерти и дает им христианское осмысление. Когда читаешь его первый раз, кажется, что ну вот все понял. Читаешь еще раз, как будто первый раз открывал эту книгу. Наш фонд занимается тем, что проводит конференции, проводит семинары на самые разные темы. Причем это не просто чтение имени митрополита Антония, а именно совместное чтение, совместное проживание, задавание вопросов, поиск и рост. Мы стараемся расти. Мы учимся обсуждать, учимся думать, учимся не бояться задавать вопросы и уважать друг друга, потому что не бывает глупых вопросов, бывают глупые ответы. Презентация прошла в Духовном центре епархии. И где, как ни здесь, можно и нужно организовывать такие встречи с духовным наследием церкви. Бесспорно, магазин православной литературы, духовно-просильский центр, епархиальная структура – это всегда место, которое имеет отношение к сакральной части, так сказать, нашего пространства, в котором мы живем. И мы уже прилагаем все усилия для того, чтобы это пространство наполнить еще благим содержанием. Поэтому встречи продолжаются, появляются новые книги, открываются выставки. И слава Богу! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова